Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире дополнительный разворот, его сегодня проведут Михаил Губин. И Андрей Лешкейч. Михаил Губин забыл, как меня зовут почему-то. Ну, столько, я потрясён, столько много живых легенд собралось, что-то. Ну, как режиссёр Родион Золотарёв. И действительно, сегодня наши радиослушатели стали писать нам видеочат ещё до того, как начался эфир. А всё почему? Потому что в гостях у нас видеоблогеры. Видеоблогеры и популярные латвийские видеоблогеры, кумиры современной молодежи, я бы сказал. Давайте же перечислим. В гостях у нас сегодня Ликей. Привет, Ликей. Привет, всем салют. Костя, привет. Привет всем. А также Елена Рассохина. Здравствуйте. И Стас Давыдов. И тоже добрый день. И я напомню, телефон на прямом эфира. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Звоните, это уникальная возможность не просто оставить комментарий на Ютубе, а позвонить и пообщаться с нашими видеоблогерами. А также написать свой комментарий в чат на Mixnews. Единственное, что видеоблогеры действительно существуют, а не какой-нибудь там мираж Ютуба. Итак, ребята, вы, насколько мы знаем, вернулись из России, где произошло что-то очень интересное и даже важное. Расскажите, пожалуйста, что же там происходило. Мы, собственно, хотели по этому позвать, но с тех пор прошло уже много времени. Как я понял, вы побывали уже после этого уже и на других мероприятиях. Давайте тогда сначала что было в Москве на Ваденха в павильоне пчеловодства, по-моему. А мы не знаем, он 75-й, мы не так давно живем, мы не знаем, к чему он павильон, 75-й. Нам нужно распределить как-то обязанности. Ну, Стас начал говорить. Да, что виноват, да. Там, в принципе, проходило два мероприятия в одном и том же этом павильоне пчеловодства. Очень круто, если это павильон пчеловодства. В павильоне пчеловодства происходило два мероприятия. Первый из них был VideoPeople. Это внутреннее ютубовское мероприятие для тех, кто снимает видео в интернете. Кто-то называет себя видеоблогерами, кто-то ютуберами. Меня бесит слово видеоблогер, но я уже привык. А как вам лучше называть? Скажите, мы так и будем. Ну, нормально все. Нормально с видеоблогером все. Хорошо. То есть внутреннее мероприятие, чтобы те, у кого там меньше подписчиков, кто на начале, скажем так, своего пути, могли посмотреть, что вообще происходит, из чего этот мир состоит, пообщаться с людьми, работающими на ютубе в том числе. К тому же там были мастер-классы, лекции, плюс было вручение, это, ну, как премия, отметка, награды золотых кнопок и серебряных кнопок. Вот как раз Ликей получил одну из кнопок там. Кнопки какие? Канцелярские? Скрепки. Они, да, можно и в канцелярских целях использовать, там придавить что-нибудь. На ютубе есть такие отметки, как за 100 тысяч подписчиков ты получаешь серебряную кнопку, она такого, ну, такого размера, а за миллион получаешь золотую, она необъятного размера. Тебе, кстати, прислали ее уже или еще нет? Она 17 килограмм весит. Она такая огромная, что я в самолете везти был невозможно. Поэтому, да, я не повернусь. Ты еще не ворчали, ее только потом вручат. Они нам вручили на сцене, дали потрогать ее. Типа, да, она жива, она есть. Но потом мы сами сказали, что мы не повезем в Латвию в самолете. Ну, неудобно реально. И они вслед пошлют почтой. Мне кажется, это самая тяжелая награда вообще из всех 17 килограммов. Она вот в такой рамке, как бы, ну, я не знаю, это А2 формата примерно и внутри, да? Такая здоровенная, блямба такая, ну, золотистая. То есть, наши латвийские, как вам не нравится говорить, видеоблогеры были отмечены в Москве? Ну, да, но мы-то на самом деле вещаем на русском. Я понимаю. Это все РУНЕТ, однообщее СНГшное пространство, все русскоговорящие. То есть, да, мы территориально в Латвии. Да, но в РУНЕТе границ, в интернете границ нет. Ну, да, да, поэтому мы как бы заодно и русскоязычные. Ну, не знаю, мы русскоязычные, заодно и российские. Вот, это было одно мероприятие, второе мероприятие, следующие два дня происходил ВИТ-фест. Это, в принципе, то же самое. Первый. Первый, да, кстати. Ну, это важно. Это мы еще, я думаю, много расскажем о том, как круто, что он первый, и как круто, что он такой. Это то же самое, только открытое для зрителей. Уже возможность зрителям прийти и посмотреть, пообщаться, сфотографироваться. И сразу выстрел с огромной очередью, я видел по НТВ. Да, очереди были, да, достаточно страшные. Там за два дня около 10 тысяч человек пришло. Да, то есть это люди, которые заплатили билет, чтобы прийти, посмотреть, пообщаться там. Ну, там были сцены, опять же, какие-то выступления, какие-то панели, автограф-сессии, фотограф-сессии и все эти вещи. И да, вот люди, которые смотрят вот этих лиц в интернете, пришли увидеть их вживую. Это было интересно. Да, у меня такой вопрос. Вот награда была получена за миллион просмотров, миллион подписчиков, насколько я понимаю. Мне кажется, что у Ли на канале не так давно, на одном из каналов, был миллион подписчиков. Правильно я понимаю? Да, так и есть. Вот у меня такой вопрос. Эта цифра миллион, она является каким-то таким барьером ютубовским, таким каким-то важным и значимым, после чего ты в какую-то высшую лигу переходишь? Или это просто красивая цифра? Типа вот миллион, и я лишний раз себя проэкламирую и скажу, что у меня миллион. Потому что очень многие люди, которые на ютубе вот что-то, ну какой-то деятельностью занимаются, они как-то подчеркивают всегда, это миллион, все, вот я перешел планку в миллион. А что эта цифра значит вообще для вас? Ну нет, просто на ютубе есть такие две планки, за которые, собственно, ютуб сам награждает за 100 тысяч и за миллион. И действительно, вот первые 100 тысяч, это самое сложное, да, достигнуть, и первый миллион. Дальше уже, ну, конечно, тоже не стоит останавливаться, работать, но дальше уже как-то, ну, это все типа вирусится или типа того, такой снежный ком начинается, ну, прибавляются подписчики, просмотры и все такое. Ну и, собственно, ну, миллион это такая, нет такого, знаешь, что, о, у нас миллион, так, все знают, что у нас миллион, эй, парень, ты знаешь, что у нас миллион? Ну, да, мы снимали видео, и это понравилось, там, миллиону человек, они подписались, они смотрят, но мы также снимаем видео, как будто бы у нас ноль подписчиков, то есть мы не знаем этого, мы снимаем, делаем, что нам нравится, но это кто-то смотрит. То есть в таком духе все. А насколько сложнее становится вот с каждой тысячей, скажем так, потому что, как и во всем, в любом прогрессе ты учишься играть на музыкальном инструменте, другим каким-то искусством, учишься другому искусству, сначала ты идешь такими семимильными шагами, прогресс наблюдается, потом приходится бороться за каждый, вот, ну, переводя на ваш язык, наверное, за каждую тысячу, я не знаю, подписчиков. А сколько это сложнее, сложнее становится? А за тысячу до миллиона быстрее, чем от первого миллиона до второго? Я не знаю, у кого как, я могу только, ну, за нас вот ответить, у нас было так, до миллиона долго, ну, относительно долго, где-то полтора года это было, а сейчас у нас уже за полгода уже полмиллиона, ну, я надеюсь, что к концу года уже два будет, если, ну, ничего не изменится. То есть, вот, как ты сказал, что если играешь на гитаре, сначала все, прогресс большой-большой-большой, а потом он замедляется. На Ютубе пока что, я не знаю, как будет дальше, наоборот, сначала очень медленно, долго как-то все раскачивается, но чем больше у тебя аудитории, тем еще новой аудитории больше приходит. Вот так. Ну да, здесь надо понимать, что эти циферки, это не просто циферки, это люди, и, то есть, каждый человек, который подписался, он потенциально расскажет еще своим друзьям, то есть, оно, ну, начинает распространяться, расширяться. А кто эти люди, вы, собственно, видели и в Москве своими глазами? Не всех. На Витфесте в основном все-таки были младшие представители наших аудиторий. Потому что она самая активная. Потому что она самая активная, да. Как ни крути, то есть, это везде. В интернете самая активная аудитория, это все-таки, ну, там, подростки. Вот, в основном они были на Витфесте. Так-то мы не видели нормального отображения с аудиторией. То есть, вы думаете, что там подросток, кто-то еще есть среди этого миллиона? Ну, знаем, мы не думаем. Да? Нам ведет часть пишет, Лена, не молчи. Да, Лена, не молчи. Лена, пожалуйста, не молчи. Расскажи, как тебя, как себя, потрясло ли тебя обилие твоих поклонников, которые вручились к тебе фотографировать в Москве? Ну, честно говоря, да. Мне потрясает еще то, что я себя в наушниках слышу. Что мне наушники не послушаю. Хорошо, так будет даже лучше. Ну, когда я приехала сначала на Video People, там было очень много людей. Для меня это было необычно, хотя там было не так много по сравнению с Витфестом. Потому что обычно я хожу от дома до студии и обратно, и в магазин. А тут раз, и много людей, и все такие меня знают. И это было очень странно. А на следующий день они как набросились со всех сторон. Я даже испугалась. Я боялась первые полдня выходить из помещения, где все отдыхали. Но потом я взяла себя в руки. Ну, потому что люди пришли на нас посмотреть, и мы все спрятались. Это нечестно. А что, они хотели-то автограф взять, сфотографироваться? Да. Удавалось им это? Ну, я сначала опешила, а потом удавалось. Потом я поняла, как себя надо вести. Просто мне до сих пор это очень непривычно. Я не знаю, как на это реагировать. Теперь, да, мне добавило это опыт, а теперь я знаю, как на это реагировать. Это странно. Эти моменты есть. Мы все-таки не из мира музыкантов, не из мира кинозвезд, где сразу же начинается дутье в пятую точку. То есть вот куча охраны, продюсеров, которые вот превозносят, и люди по-другому относятся. Мы из мира. Мы вот обычные ребята, которые начали снимать видео. И ты такой же обычный вот парень, но на тебя несется куча народа, и все хотят с тобой сфоткаться. Это и приятно, и тебя на всех не хватает тоже одновременно. И объяснить это каждому в отдельности очень сложно. У меня вопрос к Косте, который еще пока не дал никакой комментарии. Хотелось бы узнать, вот из всех присутствующих сегодня, Костя единственный человек, который находится за кадром. Все остальные видны на картинке, их узнают, у них берут автограф и их преследуют, а Костя, он снимает и отвечает за какую-то техническую работу. Вот мне интересно, каково это вообще быть по ту сторону камеры? Как складываются отношения с теми людьми, которые в кадре, я не знаю, это ли какой-то, ну, начинают зависти, заканчивая каким-то чувством невостребованности, да? Вот как это происходит? Ну, нет, ну, может, пофантазировать можно, да, что там некая-то вечная зависть и стремление выстрелить и показать себя. Но мы начинали снимать, и у нас был такой проект, он и продолжается, хотя не так активно, но мы думаем, называется проект Коза. И там Ликей стоит дома, возле стенки. Мы, когда начали снимать, очень долго я не появлялся перед камерой, и потом чисто технически был необходим человек в кадре, и для меня был переломный момент, и я стоял спиной в кадре, и даже моя мама сказала, что я очень неуверенность себя чувствовал, и у меня был момент, ну, стоит ли мне это делать, но я как-то не подумал, и с каждым разом практиковаться, практиковаться, и был даже момент, у меня Ликей сказал, слушайте, там, почитай комментарии, хотя я абсолютно тот человек, который не читает комментарии, потому что они очень сильно влияют на мое мнение, и мне легче делать без комментариев. И я ему сказал, смотри, у тебя даже группа фанатов есть, которые хотят, чтобы ты больше появлялся, и это даже очень сильно повлияло. Вот буквально один-два человека мне написали ВКонтакте, и это сильно повлияло на мое взгляд на это, что, да, все-таки это кому-то интересно, и можно этим работать. Вот так, да. Что пишут-то? Пишут очень много всего, на самом деле. Из-за читачей. Как вы познакомились, в смысле, в какой момент? Все, все четыре? Наверное, все четыре, я точно не знаю. Как вы познакомились? Все по-разному. И в разное время. Часто ли к вам подходят на улице? Да. Узнают? Ну, относительно. Узнают. А все-таки, на чем основано ваше время, что ваша аудитория не подростковая? Да, Ли, расскажи. Или трейджеры. Ну, я могу ответить, не знаю. Да, все могут ответить. Статистике я не очень верю, кстати. Ну, если насчет статистики, ну ладно. Вот как это проверяется. То есть на вот эти мероприятия, типа Витфеста, туда едут, ну, в основном там школьники и подростки, потому что они более активны, они более нестеснительны в плане того, ой, да, автограф, давай сфоткаемся. Ну, взрослый мужчина или женщина, ну, как-то они уже, ай, да чё, я там уже буду подходить. Вот. Но когда, например, вот мы с Костиком делаем выездные такие мероприятия проекта Коза, где мы вот более, ну, на такие философические, психологические темы рассказываем, и люди к нам приходят, да, там, ну, в других странах, да, в других городах, там уже совершенно другие люди, ну, просто совершенно... Там было так, что... 30, 40, 50, 60 лет, то есть совершенно разный слой населения, и люди по социальному статусу, и по видению мира, то есть совсем разные люди. И эти люди смотрят интернет, YouTube, в частности, да? Да, да, они смотрят. Они просто, может быть, там особо не комментируют, особенно там лайки не ставят, что там, автографы, опять же, не просят, но они так, бывает, что даже идёшь так, хоп, что-то глазами пересеклись, так всё понял сразу, но он ничего тебе не сказал, но вы всё поняли друг о друге. Ну, это у меня совершенно, на самом деле, такая же история, что вот мы на прошлой неделе с Сержем, вот который... Нет, тоже человек, работающий за кадром, были на мероприятии Geek Picnic в Москве. Это такое технологически современное интернетовое мероприятие, большое, в парке, там куча всего, и там было мало детей, в принципе, потому что мероприятие более взрослое, в любом случае, и к нам подходило именно, куча народа со мной фотографироваться, и все говорят, я смотрю уже тебя с самого начала, я смотрю тебя с сотого выпуска, я смотрю все выпуски, то есть это было очень, ну, вот, необычно и приятно, и здорово. И да, вот есть та статистика, которой вроде как не до конца можно верить, но у нас аудитория начинается от 18 до 24, и до 30 с чем-то, это основная аудитория канала «Дэсхорошо», например. Вот, и, ну, нам часто пишет там кто-нибудь, кто-нибудь из какого-нибудь, вот я работаю в офисе там, того-то там, мы всем офисом вас смотрим, давайте рекламный проект сделаем, да. То есть вот эти люди смотрят, и я знаю, мне там в магазине пару раз скидочки какие-то делали люди, которые работают в магазине, то есть смотрят, тоже знают. То есть будущее за вами. Да, мы скоро примемся на новости рекламы, но хотелось бы еще такой вопрос задать. Вот так странно получается, что есть вот это вот, ну, так называемый «Рунет», в котором люди занимаются видеоблогерством, или как там Стас это называет, и каким-то образом вот на этой сцене очень видны действительно видеоблогеры из Латвии именно, по крайней мере, я не знаю, может быть, потому что я сам смотрю на это из Латвии, я не знаю каких-то очень популярных видеоблогеров из других стран постсоветского пространства, вот почему. Есть в Латвии какая-то своя фишка, я не знаю, или почему именно из Латвии видеоблогеры становятся так популярны, наравне с российскими. Но они становятся не только из Латвии популярны, скорее всего, да, просто ты так видишь. То есть другие страны тоже... Есть, есть Украина, А если есть Казахстанские, Узбекистанские блогеры? Ну, я точно знаю, украинского популярного, там, Юангай, Молдова, Молдова, Стас Оксаний, да, из Молдовы, даже казахстанские тоже есть, я как бы их видел, да, я вижу даже у них подписчики, нормально что-то происходит, но они там или на казахском говорят, да, то есть, ну, если на русском... Есть, на самом деле есть, просто ты из Латвии, и поэтому тебе кажется, что... А встречали в Москве своего конкурента, я помню, была острая борьба, тот самый, который использует нецензурную лексику. Очень странно, почему ты все время позиционируешь? Тогда встречал, Голосов тоже, общались нормально. Такое агрессивное противостояние. У нас никогда такого не было, в том-то и дело. Тоже не было, на самом деле, никогда. Это были битвы фанатов. Да, один раз, да, фанатов, и один раз, да, было со стороны его, ну, коллектива, там, Карамба ТВ было, но это все такая веселая просто ерунда, я не знаю, почему... Мне кажется, программа «Разворот» сейчас становится разрушителями мифов, передачи становится. Ладно, нам сейчас пора прерваться на новости и рекламу, я напомню, что в гостях у нас сегодня видеоблогеры или же не видеоблогеры, вот. Видео-не-видео. Видео-не-видео. Елена Рассохина, Стас Давидов, Ликей Костя. во второй части мы продолжим, не переключайте. На Болткоме разворот. Мы продолжаем наш дополнительный разворот в студии Михаил Губин, Андрей Лишкевич, звукорежиссер Родион Золотарев и очень много махающих руками видеоблогеров и ютуберов. Давайте напомним, у нас в гостях сегодня Ликей, Костик, Стас Давыдов и Елена Рассохина. Всем еще раз привет. В студии есть телефоны, можете нам позвонить. В студии есть телефоны, мы очень ждем ваших звонков. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Не стесняйтесь, позвоните вашим любимым блогерам. У нас очень много вопросов в видеочате, я зачитаю некоторые из них. Каких блогеров вы сами смотрите? Смотрите ли вообще? Смотрите ли вообще? Можно просто по очереди всем, я думаю, сказать. Костик, кого ты смотришь? Ликей. Я знаю, кого ты смотришь. Я знаю, кого я смотрю. Я с упоением жду всегда нового выпуска от Жени Бэткомедина и был интересный момент, когда на Витфесте мы сидели все вместе на одной сцене и я сделал фотку, выслал подруге, это было очень неожиданно. Ли, Ракамакофо и Жени на Бэткомедине на одной сцене, зрители, очень неожиданный момент. Ну да, я смотрю Бэткомедина, Ларина, Ракамакофо, ну а остальных я смотрю просто чтобы знать, что происходит, вот и все. А это именно так, для души. Ну да, это тоже в любом случае смотрю, чтобы знать, что происходит, для себя смотрю. Есть маленький канал и есть Зинкевич, такой мужик, который о машинах рассказывает очень душевно. Есть Женя Тимонова, если не ошибаюсь, канал «Все как у зверей», биологический, биология о зверях канал, очень небольшой и очень классный тоже. Руслан Усачева смотрю иногда, если на русском языке говорить. Я к ним присоединяюсь, во-первых, а во-вторых, у меня более 180 подписок на Ютубе, поэтому я их просто всех не успеваю смотреть. Я, да, тоже, чтобы ознакомиться более-менее, иногда кого-нибудь тоже Бэткомедиона посмотрю, он очень хорошо все рассказывает. Ну, кстати, большой молодец. Да, судя по вашим ответам, можно понять, что сегодня на Ютубе из видеоблогинга, из этой деятельности можно узнать обо всем. То есть у меня было такое впечатление, все начиналось с какого-то юмора, с каких-то шуток, вот, а сейчас-то уже обо всем. Вы уже ушли от этого? Так и есть. Просто вот показывать и комментировать какие-то смешные сюжеты. Оно растет. А так комментируют смешные сюжеты только Стас за этим столом. Да, то есть как раз это и показывает, что Ютуб это очень разнообразно. То есть развлечение в плане там обзор вирусных видео, Лена делает, ну, не новости передачи, тоже о всяких событиях мировых, что произошло, где, да, интересное. Мы делаем топы, тоже как бы развлекаловка, но и заодно что-то, ну, информационное, да, какие-то там факты интересные о чем-то, там 10 фактов о том-то, о том-то. Да, там можно узнать интересное, что-то мы же когда смотрим, что-нибудь узнаем. Вот, делаем что-то, опять же, про философию, про психологию, то есть, и это только мы здесь. А еще на Ютубе есть много разных, опять же, автообзорщиков, кино, качалка, там, спортзал, фитнес, то есть, ну, видео-блогеры. Ну, видео-блогеры, да. Так или иначе, складывается впечатление, что вся это вот ютуберское движение, оно все-таки больше направлено на молодежь, складывается такое впечатление, поэтому вопрос, вот Ли сказала о философии, о психологии, насколько это востребовано, насколько это все-таки, ну, выстреливает, скажем так. Это востребовано точно так же, как в мире, не так сильно, как развлечение, да, но тоже есть свой, как бы, пласт своей аудитории, им это интересно. Сначала мы думали, это действительно будет в никуда, но на канале, где вот мы делаем именно вот психологию-философию, там, ну, почти 200 тысяч подписчиков, и как бы для такой темы направленности это, ну, довольно-таки неплохо. Вопрос к Елене Рассохиной, как ей пришла идея сделать проект Будум, где он, где она играет со зрителями в мафию? Не только в мафию, там еще есть викторина. Там, дело в том, что нужно было тоже куда-то развиваться, и благодаря тому, что меня зрители начали поддерживать, я, наконец, смогла позволить себе, во-первых, выпускать три выпуска в неделю, наконец-то, и уделять время и другим проектам, которые давным-давно зрели, и хотелось сделать. Кстати, спасибо вам большое. Ой, зачем я микрофон это показываю? Ну, так вот, просто на самом деле пришел ко мне тот же... Виталик Голованов мне подкинул идею, да. У нас очень-очень много сообщений, и ни одного звонка, это просто торжество интернета над телефоном. Потому что нас смотрят по интернету, получается. Да, но я напомню, все равно телефонный прямой 672-12-93-9, 672-13-93-9. Поскольку у нас вот упорно не слышат по радио, смотрят по интернету, по крайней мере, ваши фанаты, была просто такая мысль, что вот уже известная, что в будущем не будет ни газет, ни телевидения, ни радио, а будет сплошно интернет, Ютуб, в частности, вот туда все уйдет. Не, просто, может, они не звонят, потому что они кода страны не знают, плюс 371 перед этим номером. Да, действительно, это метод был рассказан. Это больше же русскоязычные иностранные поколения. Из других любых стран, если кто-то хочет позвонить. Насчет того, что будущее все-таки уйдет, что все уйдет в интернет? Ну, скорее всего, как-то так и будет что-нибудь. На самом деле, просто есть, мы даже иногда так, чтобы громко заявить, когда нужно, мы говорим, что все, телевидение умирает, только интернет впереди. А не умрет, в принципе, ни телевидение, ни радио, ни газета. Ассимиляция произойдет, то есть какая-то диффузия этих вещей, потому что телевидение сейчас переходит в интернет, есть многие каналы, которые перелезают в интернет-транслирование. Сейчас есть вот сервисы, как Netflix, где можно смотреть телевидение, фильмы, сериалы. А газеты все уходят на сайты. А газеты, да, на сайты делают, они становятся более интерактивными. Радио тоже вот, сейчас есть возможность радио и слушать, и смотреть в камеру. По-моему, сейчас тоже в интернете. Но есть ли у телевидения... Да, пожалуйста, Лена, пожалуйста, конечно. Да нет, просто у вас у самих тоже есть YouTube-канал. Да. Действительно, у нас есть YouTube-канал. Есть, что ли? Мы это забыли. Видите, как она происходит. Но есть ли у телевидения что-то, что вот, ну, невозможно восполнить на YouTube и в интернете? Мне кажется лично, что это прямой эфир. Прямой эфир есть в интернете полно всего. И Twitch, и у них самих тоже есть передача. Ну, вот не касается видеоблогинга в таком порядке, может быть. У нас есть передача, вот так же, как есть обзор веселых, смешных видео, свежих. У нас сейчас вторая передача, например, ну, вот у команды Десса хорошо. Мы именно делаем ее в прямой трансляции, но кроме этого ее потом можно удобно посмотреть в любое время. Причем у нас в прямом эфире есть общение с... Ну, то есть мы отвечаем на комментарии, разговариваем с людьми. Какие вопросы? Вам своя или как? Нет комментарии. У нас есть наш чат, где люди могут писать, и тогда и все. Ну, это же телевидению нечем сражаться против интернета. На телевидении пока есть огромные бюджеты, но это тоже временная вещь. Это пока что сейчас, да, телевидение больше, у него много денег. Ну, просто YouTube, он дает возможность людям по интересам собирать себе группу. То есть если человеку, например, очень нравится рассказывать про фотографии, на телевизоре он бы не собрал такую аудиторию, а YouTube может дать ему, например, 10 тысяч человек, которым тоже очень интересно разбираться во всех этих маленьких объективах или больших. Вот, и им всем будет очень здорово и интересно, у него будет своя аудитория у этого человека. Кстати, что касается бюджетов, там, рейтингов, ответственности и так далее, вот вы преодолели уже свой миллион, может быть, даже не один подписчиков. Нет ли такого ощущения, что вначале вы это делаете как-то, ну, как говорится, for fun, ну, сами получаете это удовольствие, а потом это превращается в работу, вы работаете на YouTube. Есть какой-то конфликт вот в этих двух положениях? Ну, да, это в любом случае работа, которая нравится, как бы там ни было. Когда, ну, как бы идеальная работа, это работа из хобби, которая произошла, ну, все. К тому же, ну, вот, конкретно у нас в команде, не знаю, ну, у тебя тоже, скорее всего, так было, что мы с самого начала начинали это делать, зная, что мы будем это делать упорно, регулярно и так далее, и, то есть, мы сразу были к этому готовы. И, ну, так с любым творчеством, на самом деле. Хороший фотограф тоже в определенный момент ему придется повторяться и заниматься каким-то там ремеслом. Хорошему художнику тоже, чтобы выжить, нужно там заниматься ремеслом, но это не значит, что это становится бездушным, плохим, и он уже не тот. Ну, вот скажем, вопрос ограничений цензурных. Цензуры, как я понимаю, в интернете нет, а самоцензура есть у вас? Как это цензура? Ну, есть что-то такое, чего бы сами вы никогда не сделали? Есть. Ну, кто вас цензурировал? YouTube? Во-первых, сами, во-вторых, YouTube, потому что нельзя, например, какие-то откровенные вещи вкидывать, потому что тогда будет age restrict, как бы все. Ограничения по лозу. Да, то есть насилие, порнография, ну, даже не порнография, просто, ну... Хорошо, но я, в принципе... Мы какую-то идеологическую цензу. Я, в принципе, не знаю. Порнографии там не должно быть, но вот какая-то... Это на совести у каждого. Мы вот с самого начала говорили, я думаю, что у вас тоже полно вот этого внутренней цензуры, которую себе поставили, что не будешь говорить. Это, в принципе, важно, чтобы не сгореть в один момент. Мы вот как раз на прошлой неделе были вот на том самом гигапикнике, там был об этом тоже вопрос, о рамках, которые нужно себе с самого начала поставить, потому что интернет... Я сталкивался с этим не раз. Человек начинает... Грубо говоря, его начинает поглощать то, что он видит, что в интернете все людям интересно, они все едят, он хочет все показать, и это скатывается до полнейшего фотографирования там своих себя в трусах и так далее. И очень важно поставить вот эти моральные себе рамки, чтобы продолжать работать. Это важно, иначе можно просто с ума сойти в какой-то момент. А вот это влияние на детей, на котором появился такой канал, где детей просят что-то сделать, снять там, как они там землю едят или что? Ну вот такие вот... Не слышала про такое? Есть такое, есть. Не слышал. Ну, это никак не связано конкретно с интернетом. Ну, просто во дворе мы тоже друг друга составляли всякое делать. которое имеет на неокрепший детский ум. Но тут как бы, ну, дело родителей. То есть они должны следить, что их ребенок смотрит, куда ходит и все остальное. Интернет ему молодеет, все более-менее, все младше и младше становится вот его пользоваться. В Рунете на самом деле становится в обе стороны, и старше, и моложе, потому что взрослеют те, кто был помоложе, потому что начинают уметь пользоваться те, кто постарше. Да, помоложе тоже пользуется, но с этим тоже борются. Это нужно, опять же, действительно родителям делать, потому что, например, Ютуб, в принципе, можно смотреть с 13 лет. Ко мне нередко подходят родители, у которых, ой, моя девочка 9 лет смотрит, а мы там про гениталии говорим на нашем канале. Ну, я ничего не могу с этим сделать, но мне немножечко плохо от того, что родители поощряют даже то, что дети это смотрят. Вот к вам подошла, подошла поклонница с вами сфотографироваться, весьма такого младшего возраста, я бы сказал. Значит, смотрят? Вот смотрят. Ну, как бы, я же не скажу, девочка, уходи. Ты плохая, что смотришь меня. Плохая, фу. Вот. Но, в принципе, это действительно нужно родителям делать, и, ну, как бы, как бы, все-таки. Мы, понятное дело, но я думаю, никто из нас здесь не собирается там пытаться что-то суперплохое научить. Я всегда, как пример, рассказываю, у нас присылают зрители самый последний, ну, в конце каждого видео, я говорю, и это хорошо, и зрители присылают видео, как они говорят, и это хорошо. Я всегда рассказываю этот пример, что мы многие и это хорошо не берем из-за их экстремистской направленности или чего-нибудь такого, потому что мы знаем, что когда прислали один раз, вот человек сказал и это хорошо, и съехал с горки на лыжах, в следующий раз пришлют три-четыре таких же и это хорошо. А если мы возьмем человека, который там взорвал бочку с бензином и сказал, это хорошо, то в следующий раз взорвут еще что-нибудь. Мы, ну, хотя бы вот это стараемся не делать. Ну, и кроме этого, естественно, есть еще много чего, это просто такой самый простой пример. Да, у меня еще такой вопрос в связи с вопросом возраста и поколений, вот YouTube, вообще весь этот видеоблогинг, довольно молодое дело, потому что сам интернет довольно молод, сначала нулевых только все это движение началось, и в связи с этим такой вопрос, вот как вы себе представляете вашу работу, скажем, через энное количество лет, условно говоря, когда вы уже будете в более каком-то почтенном возрасте, вот сможете ли вы делать то же самое, и как вы себе это представляете вообще? Всегда почему-то этот вопрос часто задают. Кем вы видите в нашей фирме себя через пять лет? Мы только-только говорили вот о том самом, что произойдет ассимиляция всех медиа, и это все еще тоже очень сильно изменится, и я думаю, что все люди поменяются, и форматы, мы же в интернете, мы можем в любой момент, вот захотелось больше вам заниматься там козой, например, проектом козой, вы будете больше делать проект коза, нам захотелось больше делать трансляции, мы будем больше их делать, Лене больше захотелось в мафию играть, то есть захотелось другой совершенно, серьезный канал какой-нибудь сделать, сделали. Да, плюс всегда можно заниматься какой-то, ну, около ютубной деятельностью, допустим, нам с Костиком сейчас тоже интересно раскручивать новых молодых ютуберов, да, которых еще мало подписчиков, но хороший потенциал. А как вы это делаете? Ну, разные есть способы, то есть можно как-то их рекламировать, работать над их имиджем, там, продвигать их везде, подключать партнерским сетям, там, ну, очень много способов, чтобы мы, когда мы были молодые, нам никто не помог, и вот сейчас мы хотя бы сможем сделать это и помочь другим. Ура, у вас есть звонок. Ура, 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 ура. Здравствуйте, вы же дозвонившиеся. Будьте добры, скажите, пожалуйста, когда у вас это из хобби перерошло в работу и приносит ли в данный момент эта деятельность вам деньги или вы где-то зарабатываете в другом месте? Спасибо. Спасибо. Заметьте, не мы это спросили. Да. Это тоже личный вопрос. Ну, вы часть этого спросили. Вот. Ну, ты не молчи, не молчи, да. Хорошо, я сейчас не буду молчать, я сейчас даже что-нибудь скажу. У меня была мысль, но я с ней сбилась, поэтому давай, Стас, ты первый. Ну, как я уже упоминал конкретно, в нашей команде мы с самого начала собирались этим заниматься как основной деятельностью, не то, что в плане, что мы будем зарабатывать этим гору денег, а в плане, что мы будем делать так, чтобы попытаться на это существовать. И, в принципе, мы первое время действительно ни черта не получали с канала, там, год, только через, не помню, полгода, семь, восемь месяцев у нас появилась партнерка, с которой еще копейки какие-то совсем шли, то есть сейчас, да, сейчас уже существуем, плюс, ну, вот той же самой вокруг ютубовской деятельности у нас тоже есть там внутренняя партнерская сеть, мы тоже занимаемся взаимодействием с другими авторами, то есть оно обрастает, и у нас сейчас достаточно большая команда, которая работает, существует на этой деятельности и вокруг нее. Так, ну, если брать, как бы, лично меня, а потом еще и меня с Костиком, да, то есть у меня был канал на ютубе в 2006 году, первый зарегистрированный, и тогда не было даже понятия видеоблогер, тогда не было даже, я не видел кого-то еще там русскоязычного на ютубе, только американцы были, там, англичане, и я этот канал, ну, использовал просто так, как хобби, там, из серии «Залью», там, какое-нибудь видео, где мы там с парнями что-то делаем, чтобы сами же эти парни просто посмотрели, и вот и все. Но именно когда уже серьезно, вот прям серьезно мы за это взялись, это, ну, 2011 год, вот, когда мы козу начали делать, все это было серьезно, это была, ну, работа, как бы, ну, именно та, которую мы хотим делать. Вот и все. А вот у нас нерусскоязычные зрители есть у вас? Может, спрашивают, что это такое, там, вопросы задают. Ну, нет, нерусскоязычные, это... Которые прям по-русски не понимают? Да, не понимают. Может, они случайно облотнулись? Может быть. А вот на других видеохостингах что-нибудь подобное есть на Рутубе или, может, на каких еще? А что именно есть? Ну, вот такое явление, как вот ваше видео. Такие каналы популярные миллионы людей. Наверное, в социальных сетях просто представлены, вконтакте, в фейсбуке, да? Да, в социальных сетях есть, но в основном просто перезаливы тех же самых, кто делает. Просто, ну, Ютуб самый большой и удобный при этом, и, ну, зачем... А, ну, есть Твич, единственное, что... Еще один ресурс, где в основном тусуются, да, геймеры, и там живые трансляции именно. Ну, просто руководство-то все в США находится, возьмут, перекроют русскоязычным. Ну, офис есть, и в Москве тоже есть офис. Можно прокси использовать. Да, будем заходить через другие каналы. Хорошо, у нас остается не так много времени, я предлагаю... У нас очень много сообщений и видеочати, я просто предлагаю устроить такой экспресс-опрос, задавать вопросы, такой, ну, по возможности... По возможности... Короткий ответ. Стас, планируешь ли ты создать свой личный канал? Он и так есть. Все, ну, экспресс-ответ. Там, кажется, 60 тысяч его подписчиков. Или сколько? Большая ли команда This is Хорошо, сколько человек в нее входит? Конкретно This is Хорошо человек 7, наверное, да. 7, да, без 10. Так, вопрос Ликея, почему не снимаешь головной убор в помещении? Потому что я черный. В начале своей карьеры вы накручивали подписчиков или покупали рекламу дорогие блогеров. Расскажите о начале своей карьеры. Ну, частично вы уже ответили на этот вопрос. Может быть, что касается накручивания... Накручивания, да нет. Накручивания далеко не уйдешь, потому что это в определенный момент срезается, и вообще ничего хорошего с этим не будет. То есть нет? Нет. Нет. Неправильно как-то, если честно. Совсем, да, странно. Не, как бы, кое-что накручиваю, конечно, но нет. Сейчас надо ее выловить вопрос еще. К Стасу, почему в своих выпусках они не любят говорить слова на букву А? Там есть одно конкретное слово. Это что-то из нашего темного прошлого. Так, пытаюсь еще какие-то вопросы выловить. Не планируете ознакомить зрителей из других стран жизнью в Латвии? Такой... И я постоянно это делаю. Познавательный ютубер. Вот я это делаю, допустим. Да я видел у вас прорегу, куда все подевались. Все где-то тут? Да. Это разве вошло? Ну это я делаю. Очень познавательный. Считаете ли вы реальность успешность молодого канала YouTube без вкладывания огромных средств и пиара? Ведь вы начинали с истоков, и тогда не было переизбытка YouTube каналов, рунета, и что для этого необходимо? Я знаю. Комплексный такой вопрос. Нужно просто делать то, что тебе нравится, и делать это хорошо и качественно, чтобы самому нравилось, главное. И тогда все будет хорошо. То есть если ты делаешь так, чтобы ты сам это хотел смотреть, то тогда все будет. Ты обрастешь постепенно своими единомышленниками, и все будет замечательно. Ну так или иначе, это уже от меня вопрос, удивлять зрителя становится все сложнее и сложнее, интернет очень быстро идет вперед. Как вы? Вы чем берете? Вы пытаетесь что-то новое придумать или держитесь за свой какой-то уникальный вторимый стиль? Я никого не удивляю, потому что я не иду на поводу у людей. Потому что если ты будешь пытаться угодить всем, то ты сделаешь очень нехорошо и скатишься. Нужно делать так, чтобы, как я уже сказала, самому нравилось, и делаешь то, что тебе подходит. Тогда все будет хорошо. Извини. Да, Стас, как вы бы ответили на это? Не, надо просто делать так, с таким ощущением, что у тебя всегда ноль подписчиков. Вот это самое главное ощущение. Быть тем, которым ты был в самом начале, и вот у тебя было видение, и вот не терять его. Никогда не терять его. То есть не идти уже на поводу. Вы ходите вместе куда-нибудь, кроме таких мероприятий? Таких это, видимо, как сегодняшние. Это как сегодняшние. Иногда стыкуемся. Но мы, в принципе, да, не особо часто. По работе. Вместе, да. Больше по работе. То есть можно говорить о каком-то сообществе видеоблогеров-ютуберов, неважно, как называть? Вне. Есть какое-то сообщество, оно уже сформировалось. Нет, конечно, есть. Ну, так же, как в любой тусовке. Люди всегда там кучками сбиваются, кто-то там больше общается друг с другом, кто-то нет, кто-то там, то есть, ну, это одна общая кухня. Там даже своя Санта-Барбара уже есть. Кто-то кого-то ненавидит, кто-то кого-то плохо отзывается о ком-то, кто-то дружит. Там свои эти группировки. А через Ютуб это все можно увидеть как-то? Они, может быть, какими-то сообщениями обмениваются в публичном пространстве? Они обмениваются сообщениями в публичном пространстве, делают видео какие-то критикующие, допустим, или хвалящие. Не все это делают, да. Кому это не противно, те делают. Кажется, даже пара драк была каких-то. Да, скорее всего. Было, да. Наверное, сколько у нас времени уже? Да, время у нас уже, уже время наше заканчивается, и будем мы заканчивать. Да, ну что, в гостях у нас были популярнейшие видеоблогеры, хотя бы. Завали наш видеочат. Да. Мы говорим вам спасибо, желаем вам творческих успехов, больше просмотров и подписчиков на Ютубе. Стас, скажите, если хорошо в конце. Это было совершенно надо, да, в другом языке? Нет, я обязательно. Вы говорите. Может кто-то другой сказать, если хочется, а я тебя поддержу. Хорошо. Этот эфир был, this is хорошо. Все, мы прощаемся. Эфир провели Михаил Губин. Андрей Лешкетчев. Звукорежиссер Родион Золотарев. Всего вам доброго и до свидания.